Итак, друзья, у нас с вами третья часть наших больших проблем с установкой Тир-3 промывателя. Я еще сам не знаю, что здесь будет и что будет происходить, потому что я вот только сажусь ее записывать, эту третью часть. При этом у меня смонтированы предыдущие два ролика, то есть вот то, что все я говорил, вот все то, что я говорил в конце выпусков. И вот эта вся интрига, она вот даже вот меня сейчас подмывает, потому что у нас с вами, блин, поехали, поехали, дрянь. У нас 844 грамма золота, сейчас 23.08, нам нужно успеть все это дело переплавить, это раз, продать обязательно, чтобы выйти в плюс. Я потому что так сейчас уже в голове прикинул, я сначала посчитал, что это вообще 20 тысяч. Сейчас я понимаю, что 844 грамма это почти, ну, 36 где-то, что-то типа того. С учетом того, что у нас есть деньги, 4 тысячи, они уйдут на переплавку, я просто вот именно из-за этого как бы на самом деле испугался, что у меня вот сейчас переплавка туда-сюда и денег не хватит. Нам, в принципе, хватает денег, стоп, загрузка, аккуратно все делаем, главное, чтобы пикап не сломался, иначе ни на что не хватит времени. Мы на самом деле сейчас должны остаться в плюсе, у нас еще будут деньги, но купить мы на них ничего не успеем. То есть у нас сейчас с вами основная задача, это просто копать, продать это все, выйти в плюс, чтобы не быть в минусе, и отправляться обратно в эскаватор и копать, 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 потому что нам нужно хотя бы еще 1030-40 сверху, чтобы быть уверенным, что у нас все будет хорошо, у нас есть хотя бы вот эта вот финансовая подушка, хотя бы еще на один день, и мы проживем, то есть это прям очень важно. Естественно, купить этот самый колесный погрузчик денег у нас с вами нету, так что придется брать его в аренду, аренду у него там под 6-7 тысяч, если не ошибаюсь, и, ну, честно говоря, это очень много, то есть мы и так с вами торчим банку 23 тысячи, мы за золото отдаем деньги, так еще и 7 тысяч, или сколько там за погрузчик нужно будет каждый день отдавать. А, я не каждый день мыл по 100 тысяч золота, я порой мыл там 36-40 тысяч, я очень сильно надеюсь, что все будет хорошо. Ну же, есть, готово, кидаем просто на землю, не будем ничего делать, сразу ставим плавиться второй, есть, хорошо, плавить золото, окей, замечательно, поехали продавать, 23-38, в принципе успеваем, все, спокойно, просто почесали туда, самое главное, то, что мы с вами все это дело переплавили, все остальное ерунда, все равно мы так или иначе это не успеваем сделать. Так вот, кстати, здесь по асфальту нужно ехать с выключенным дифференциалом, а по дороге, по обычной, с включенным, то есть это нужно учитывать, потому что, скорее всего, если ты этого не делаешь, то машина сильнее ломается. А у нас с вами, знаете, какая есть еще проблема? Это безумная проблема, которая как раз нарисовалась в прошлом выпуске, пересыхает наш ручей. Это лето, здесь сейчас солнечно, хорошо, просто прекрасно, днем очень приятно копать, 22-633, шикарная, еще стоимость хорошая, смотри, секундочку, склад, ну, не то чтобы очень хорошая, но неплохая, ладно, нормально. У нас с вами есть 24 тысячи, едем за вторым слитком и обратно сюда. Да, мы в плюсе, все нормально, даже если деньги снимутся, то есть то, что мы с вами сейчас накопали, плюс то, что мы с вами торчим кредит, а кредит у нас очень большой, по 23 тысячи в день, нам на все хватает. Так вот, проблема в том, что я боюсь, что вот, видите, там солнышко нарисовано, я боюсь, что завтра тоже будет солнечный день, река к черту пересохнет, и мы не сможем мыть, мы не сможем мыть золото, и все, и что тогда делать? Я просто не знаю, там есть цистерна с водой, секундочку, я сейчас думаю, в принципе, да, мы можем взять цистерну с водой купить, это будет, о, как я вовремя прибежал, это будет наша страховка, но сколько она стоит, я, честно говоря, без понятия, сейчас нужно смотреть, здесь только вот этих переменных, просто огромное количество, если действительно будет пересыхать, у нас возникнут очень большие сложности, нужно копать, просто вот сейчас вот нужно садиться и всю ночь до рассвета копать, копать и копать, чтобы заработать еще бабок, иначе нам ни на что не хватит, шикардо, стой, я прям успел, под закрытие банка, можно так сказать, ну, минус 2850, не страшно, продать золотые слитки, 11 тысяч, я не смогу на самом деле сейчас купить, слишком мало денег, 8200, да, смотри, мы с вами отдали сейчас просто 27 тысяч в никуда, просто вот на кредит и на аренду в жесть, я очень мало сегодня копал, но на самом деле безумно повезло с этим, как раз самородком на 580 грамм, так вот, второй нюанс, да, второй нюанс, самый-самый-самый главный, я даже при монтаже добавил там то, что картинка устаревшая, я подключил насос, который у нас есть, и он качает 80 литров в минуту, а нужно 120, система требует 120, и нам нужен вот такой большой водяной насос, это еще 11 тысяч сверху, а это что? А, электрический, а тот, наверное, дизельный, слушай, а мне прям интересно, мобильная водяная цистерна, какая у нее мощность? Есть интересно там, именно в этом самом, как его, в подсказках где-нибудь при нее что-нибудь, а когда река или любой другой источник воды иссыхает или замерзает поблизости, вам нужно иметь запас воды в одном из готовых резервуаров, самая большая в игре, это большая водонапорная башня, он может содержать достаточно воды, чтобы позволить вам работать намного дольше, или немного дольше, 150 тысяч, а эта штука стоит 11 тысяч, ладно, поехали домой, у нас с вами 8 тысяч, у нас есть магнетит, это очень важно, и сейчас нужно будет все подключить обратно, садиться в экскаватор и копать до самого утра, копать, 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 то есть то, чем я сейчас и буду заниматься. Нам с вами нужны сейчас самородки, прям жизненно необходимые, если игра подкинет, это будет просто счастье, если нет, то у нас будут очень большие проблемы, я чувствую. Главное, чтобы вода не пересохла, потому что все это тогда трындец, мы встрянем, у нас будет на руках кредит, у нас не будет ничего больше, только кредит и все. И, ну, все, значит сезон закончится, ребята, то есть, ну, что поделать, будем честны, не будем там загружаться, еще что-то делать, мы на этом закончим сезон, и лучше начнем следующий более продуманно, более четко спланированно, и, так скажем, немножко по-другому подойдем и к добыче, и ко всему. То есть, здесь есть еще что, что можно здесь оптимизировать, что сделать лучше, вот не то, как я делал, естественно есть, просто, ну, хотя у меня на самом деле неплохо получилось, я считаю. И в плане добычи, и в плане денег, и в плане расхода денег. Просто в самом начале можно было еще, еще серьезнее ускориться. Я в первый раз так рад дождю. Идет дождь, я в первый раз ему рад, потому что я понял, для чего в этой игре нужен дождь. Слава богу, может быть все будет хорошо, может быть завтра будет дождливая погода, потому что если бы была засуха, то все трындец. Ну что, 4 полных ведра, 4 полных просеивателя. Блин, ни одного самородка. Я намол килограмм, ну, это даже меньше, чем килограмм, неважно. Сейчас самое главное, то что здесь по-любому есть еще довольно-таки большое количество магнетита, то есть 1000 на 10. У нас с вами 8000 есть, то есть это на переплавку. Ну, на переплавку идет где-то 1400, не больше. Магнетита, как видите, 7%. Запускаем. Где наш прицеп? Вон прицеп. Здесь можно будет все отрубить. Да уж, я надеюсь, что этого мне хватит. То есть, этого мне должно хватить сразу на две вещи. И на насос, и на, естественно, колесный погрузчик, и на аренду погрузчика завтра. Я бы даже сказал не просто на аренду погрузчика завтра, а на выплату кредита плюс аренду, потому что если у нас не будет денег на аренду, у нас просто заберут технику, вот и все. А продавать каскаватор я не хочу. Этот красавчик работает, тьфу-тьфу, без поломок пока что, ни зубей, ничего. Но у всего здесь есть свой предел. То есть, мы с вами можем включить вот этот анализатор деталей и посмотреть, например, на какую-нибудь деталь. Вот на эту деталь, смотри. Сопло промывочного стола, текущий срок службы равен 97%. Понимаете, здесь у всего есть срок службы. И если ты это начинаешь как-то неправильно использовать, он очень быстро ломается. А я на самом деле довольно-таки много раз цеплял... 176 грамм, мало. Ладно, я довольно-таки много раз цеплял зубьями землю. И я боюсь, что вот сейчас чуть-чуть еще и все, и зуби полетят. И просто будут один за другим ломаться. То есть, нужно где-то 4 зуба купить про запас. Но это можно сделать и потом. Так, хорошо. Магнетит закинули, все отрубаем. Топливо, нам нужно топливо. Я думаю, знаете, как мы с вами это сделаем? Топливо, секундочку. У меня просто нету топлива абсолютно в этом самом, как у его в экскаваторе. А если нам придется еще копать, а топлива не будет, то все, трындец. Значит, берем прицеп. Здесь есть 20%, это хватит на какое-то время. Берем с вами прицеп с топливом. Заправляем сейчас наш экскаватор. Давай, поехали. Я действительно в первый раз так рад дождю. Вот, кажется... Нет, он все еще идет, я его вижу. Он идет. Я в первый раз так ему рад. Потому что если бы сегодня была сухая погода... Вы просто не представляете. Это действительно как было вот у них там в Амазонке. У них получилась засуха, отсутствие воды. И ты просто ничего не можешь мыть. У тебя все встало, все. Ты тупик. Это даже не поломка. Ты с этим поломку починить можешь. И с этим ты ничего не сделаешь. Нету дождя, нет воды. И вот здесь именно у меня такая ситуация была бы сейчас. Это то, что они сюда добавили. Это просто шикарно. Я не знаю, может быть, это в каких-то других сезонах тоже такие истории были. Потому что всем нужна вода, чтобы мыть. И если вдруг у тебя она исчезает, то привет. У тебя это все напрямую зависит от воды. Так, отцепляемся. Они пускай тут заправляются, развлекаются. А мы с вами поехали дальше. Мы берем прицеп с магнетитом и едем продавать. Так, да, точно. Мне же понадобится везти обратно насос. То есть мы сейчас с вами... Давайте прицеп для магнетита просто здесь оставим. Я за ним потом приеду. Сейчас типа вот нету времени туда-сюда шарахаться. Мы просто все скидываем. Отцепляем тебя. Я потом его заберу. Все будет нормально. 19 тысяч. 19 тысяч магнетита по 25 центов. Тихо. За тонн... Ага, не за тонн, но за единицу, наверное. Или за сколько там. В общем, это получается где-то 5 тысяч. Мы с вами на месте. Кузнец. Давай. Плавим 500 грамм. Как мне вот это нравится. То, что потери золота всего 28 грамм. Хорошо, окей. Есть. Дальше сразу продаем. Продаем магнетит. 5 тысяч ровно. Шикарно, потому что 26 центов. Я сейчас реально устал копать. Я продолжу. Я найду в себе силы. Но мне хочется, чтобы сейчас мне хватило денег. Вот просто... Мне это необходимо. Продать 22... 32 тысячи. 46 тысяч. Кредит. Ежедневная выплата 21 388. Соответственно, у нас с вами останется 25 тысяч. 11 тысяч. Мне кажется, мне этого хватит. Даже если я уйду в небольшой минус, это не так страшно. Мне кажется, нам хватает денег на все. Едем покупать насос. Нам нужен большой насос. И, наверное, два шланга. Нам должно хватить два шланга. Да, нам по-любому хватит два шланга. Все будет хорошо. Это раз. Зубья будем покупать сразу? Нет, давайте не будем. Если сломается, тогда я куплю. Так. Когда сломается, тогда сгоня я куплю. Два шланга вот таких. Добавить. Есть. Большой насос водяной. Вот такой. Естественно, дизельный. То есть в него нужно будет заправлять еще дизель. За дизелем еще придется съездить. Я вот на самом деле, сколько я на протяжении всех выпусков ругал эту дождливую, мрачную, серую погоду. И вот только поняв, что мне это дает. Насколько она мне важна и полезна. Я стал ее любить. Только после этого. Только осознав. И слава богу, что мне осознание пришло не в момент, когда у меня пересохла река. А вот за день до этого, когда я увидел надпись, что река пересыхает, я такой, типа, что вообще происходит? Я пришел туда. Там даже ветру оттуда зачерпнуть нельзя. Там вообще ничего сделать нельзя. Так, стоп. Сколько тебе нужно? А, дизель. Я про дизель забыл. Ладно, сейчас съездим. Нам с вами нужен вот тот агрегат у стеночки. Вот это красота. Ты посмотри на него, а? Зверь, а не машина. 161 тысяча. Ты сейчас шутишь? Арендная плата 6400. Ну ладно, хорошо. Я думал, будет дороже. То есть, нам с вами сейчас нужно сделать следующее. Мы его заказываем. Но у нас не может быть 2 машины на одном поле. Расширение стоит 50 тысяч, если не ошибаюсь. 20 тысяч. А, 20 это хорошо. Ладно, тебя уберем, фронтальный погрузчик закинем. Это, в принципе, 33 тысячи. Вот это каждый раз делать, туда-сюда, да? И можно сказать, лучше бы ты 20-ку один раз заработал и отдал бы. Но прямо сейчас у нас просто нету такой возможности. У нас с вами в кармане 25600. И этого слишком мало. Нам не хватает. То есть, мы обязаны сейчас начать зарабатывать деньги. И хоть сколько-то сегодня намыть. Иначе к вечеру мы разоримся. И у нас заберут колесный погрузчик. И просто не будет денег, чтобы вернуть домой себе экскаватор. Нам придется что-то тогда продавать. И это будет фиаско. На самом деле. Я надеюсь, что этого не произойдет. Едем заправлять канистру. По поводу кредита. Кредит здесь можно брать в зависимости от той количества собственности, которая у тебя есть. Чем больше у тебя собственности, в ценовом, естественно, эквиваленте, тем больше кредит ты можешь взять. И вот сейчас, напокупав все вот эти вещи, и выплатив тот кредит, который у нас с вами есть, мы сможем взять больше кредит. Не на 200 тысяч, а гораздо-гораздо больше. И это никак не связано с тем золотом, который ты там умеешь в кармане. Ну только да, если у тебя есть наличка какая-то, то ты можешь взять больше, чем у тебя есть. Потому что это как бы, ну, показывает сколько у тебя денег. Ограниченное по времени приложения фильтр водяного насоса. Ну это ерунда. Это вообще копеечная штука. Красиво стоишь. Красиво стоишь. Я надеюсь, в нем топливо есть. Я надеюсь, он заправлен. Потому что у нас с вами с топливом беда. Так, да, я заправил на самом деле. Я заправил экскаватор и выкинул его отсюда. Какой я молодец. Я гребаный гений. Насос. Нам хватит этой длины, да? Давай, туши двигатель. Можно было бы на самом деле этого не делать. Секундочку. Потому что все равно сейчас отъехать придется. Да, я гребаный гений. Там нету топлива. Хорошо, что я привез сюда канистру. Одну канистру с топливом. Там 20% всего. И канистра это, честно говоря, ни о чем. На 200 литров в минуту. Шикарно. Все. Это то, что нужно. Потому что тот насос на 80 литров в минуту. Я не помню, я говорил это или нет. А система требует 120. Я уже, честно говоря, не помню, что я говорил. Потому что я сегодня спал. Очень мало. Чтобы сделать все серии на выходные. Чтобы сделать две серии на субботу. И эту серию на воскресенье. И вот знаешь, что самое интересное? Как ты хочешь, чтобы эта приблуда врубилась вот сюда? Не смотрел. Есть удлинитель. Вот он он. Вот он. Все хорошо. На толстой, да. С огромного. Большой разделитель воды, да. Именно это нам и нужно. Один. Еще косарь. Обалдеть. Да уж. Заказать. Да мне кажется, это даже дешево. Такая штука может быть и дороже стоит. Давай. Потому что, видишь, там клапан есть. Все дела. Такие вещи, они реально дорогие. Ну что. Вот теперь, я надеюсь, у нас с вами абсолютно точно все есть. И мы можем начать мыть. Час дня. Полдня просто прошло. Я сегодня не спал. Ну и в игре не спал, и на самом деле. В действительности очень мало спал, чтобы это сделать. Но, блин, это, знаете, это азарт. Это азарт и предвкушение. Оно не дает тебе уснуть. Оно заставляет тебя двигаться вперед. Заставляет это делать. Это как в реальной жизни. То есть, ты в реальной жизни не спишь. У тебя уже сил нету. Но ты пьешь кофе, куришь там. Кто курит. Потому что многие курят на работе, чтобы не уснуть. Это действительно помогает. Вот. И так далее. Я не приветствую. Я, наоборот, противник. Жуткий. Лучше не начинать. И лучше, на самом деле, мне кажется, какой-нибудь адреналин раш попить, чем курить начать. Так, все. Вырубаем. Хотя, конечно, во всем нужно знать меру. Блин. Вот, вот, знаете, вот ты, кстати, приходишь к кому-нибудь, ну, куда-нибудь. Он такой тебе тыркает пальцем. Вот видишь эту хреновину? Эта хреновина стоит тысячу баксов. Вот у меня такая же фигня. Видишь эту хреновину? Она стоит тысячу баксов. Вот. Тихо, 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 тихо. Значит, мы с вами эту хреновину подключаем вот сюда. Вот эту хреновину. У меня тут такой бардак с этими сейчас шлангами. Шлангами. А я, кажется, ничего не подключал сюда. Все правильно. Тот шланг, он уходит сейчас, знаете куда? Он уходит в насос. Все верно. И вот это хреновина вот сюда. Вот. Я, я не знаю, тебе хватит? Тебе этого хватит или нет? Дождь, пожалуйста, не прекращайся. У нас с тобой просто нету другого варианта. Запускаем здесь. Вода пошла. Черт, ты здесь хреново стоишь. Как я буду заезжать? Ладно. Что-нибудь придумаем. Запускаем. Шейкер. Дуплекс. Еще один дуплекс. Шейкер работает. Я не подключил. Гром. Гром не подключил. Стоп. Все останавливаем. И воду тоже останавливаем. Где здесь? Где у тебя отключение? Куда тебя пнуть? Стоп. Нам нужен еще один кабель. Я просто не помню какой. Сейчас посмотрим. Синий вроде. Синий. Синий кабель вот туда. Что мы с вами отключим? Ты куда пошло? Ты пошел как удлинитель туда. И там нам сейчас это не нужно. Точно. Сейчас с вами прямо напрямик здесь проложим все. Вот сюда вода вроде не нужна. Здесь. Здесь только электричество. Потому что он. Он трясется. Он трясется и просеивает камни. И здесь та же самая история. Это просто желудок для камней. Он не трясется. Сверху тоже трясется. Большую породу просеивает. Здесь просеивает. Достаем, достаем. Правую клавишу зажали и пошли. Даже если будет выскакивать. Все хорошо. Есть. Отлично. Знаете, что нам нужно отключить? Один из шейкеров, потому что в нем нету... Секунду. Я не положил сюда эти самые, как их, коврики. Я просто в голове уже все это сделал, провернул. А на самом деле они стоят вот здесь вот. То есть это у нас с вами тот самый промыватель самородков. Мы будем просто переключать электричество и воду в него вот оттуда. Откуда-нибудь. Я не знаю, откуда сейчас придумаем. Но в первую очередь... А, подожди, знаешь, как мы с тобой сделаем? Смотри. Мы просто ставим тебя вот здесь вот. Стоять. И делаем вот так вот. Пускай будет левый рабочим. Здесь шесть штук. То есть нам нужно еще шесть купить. Шесть в каждый я имею ввиду. Шесть в каждый. Все. Кладем шестой. Этот готов. Этот мы с вами пока что отключаем. И вот сейчас-то мы ее с вами включим и будем тестировать. А вот на том красавчике я еще ни разу не ездил. Поэтому предлагаю сначала сесть в него. И попытаться хотя бы ковшом немножко земли подобрать. И вообще попытаться засыпать эту землю туда. Потому что... А вдруг я уже что-то накосячил и это так не работает. Давайте заходим. Ну что, запускаем движок. Ручник. Класс. Обалдеть. Как ты работаешь? Хоть покажи мне. Итак. Стрела вверх-вниз. РФ. То есть вверх-вниз. Нож вверх-вниз. И все, да? И все? РФТЖ. Все, я понял. РФТЖ. Где мы с тобой копать будем? Вот здесь где-нибудь. Стоп. Здесь пригорок. Здесь можно копнуть. Стрела вниз. Нет, секунду не вышло. Наверное, стрела вверх. Ковш-вниз. Вот так вот еще выше. Вот так вот. Да. Во, все, я понял. Нужно под правильным углом это делать. И как мне понять, что ты набрал землю? А, ну в принципе ты сейчас набрал землю. Теперь. Нож вверх. Стрела вверх. Во, вот теперь я вижу, что он набрал землю. Все окей. Это можно закрывать. Давай еще повыше. Выше никак. Я надеюсь, сейчас здесь ничего не побрежу. Стоп. Нормально, нормально, нормально. Че? Я что-то отцепил. Прикинь. Ладно, хорошо. Наша задача высыпать его вот сюда. А у нас получится это сделать? То есть мне нужно на самом деле сейчас опустить ковш. Да, идет засыпание. Все хорошо. Один ковш 25%. Что я к чертовой бабушке отцепил? Ты иди сюда. Ну, ладно, не страшно. Да камон. Куда ты? Под трактор, под колесо, под это. Давай отъедем в сторонку. Все работает. Все работает нормально. Предлагаю наполнить 75%. Давай поднимем. Все хорошо поднял. Нужно попытаться отодвинуть отсюда вот эту фигню. Плохо стоит. Она будет постоянно мешать. Я сейчас буду постоянно в нее тыркаться, биться. У нас с вами на ковше есть зацепы. Мы сейчас можем цепануть. Нам нужно буквально... Там... Одна веревка. Один трос. Отдай сюда. Спасибо за украшение. Подожди, че случилось? Отдай, я сказал. Так. Мы сейчас с вами подцепим где-нибудь вот тут вот. Нам просто аккуратненько оттащить его в сторону и все. Времени совсем нету. Нам нужно хотя бы 30-35 тысяч сейчас копнуть. Ну, в смысле, 11 тысяч накопать. Это чуть-чуть. Это можно руками намыть. Но мы руками намыть сейчас тоже не можем. Ну, можем, конечно. Но нам времени не хватит. Времени не хватит. Все правильно. Так что нет, не можем. Стоп. Попытаемся его оттащить куда-нибудь в сторону. Другого варианта все равно нету. Вот туда, левее. Главное не перевернуть. Тихо, тихо, тихо. Во-во-во, аккуратненько, аккуратненько. Все, стоп, хорошо, отлично. Нужно было наручник тебя поставить. Давай, выпрыгивай. Не знаю, отсюда хватит кабелей или нет. Посмотрим. Если что, подтолкнем поближе. Надеюсь, что хватит. Кабель это с этой стороны подключается. Давай, это первый. И отсюда тоже дотянется. Шикарно. Все дотянется. Все будет замечательно. Потому что у нас с вами здесь просто-напросто ближе. Плюс они мне теперь не будут мешаться. Я не буду их выдергивать. Также я не буду беспокоиться за то, что там, я не знаю, как бы, я его могу подвинуть, сбить. Не будет мешать засыпать, подъезжать. Я смогу нормально разворачиваться. Топлива у нас сколько? Да хватит топлива, хватит. Там процентов 20. Самое главное, что я разобрался, как вообще набирать землю при помощи него. Смотри. Мы можем даже попытаться это сделать вот здесь вот. Начиная отсюда и будем все это дело расчищать потихонечку. Убирать отсюда всю эту золотоносную землю. Ну, а что она просто так здесь валяется? Стоп. Во, хорошо пошла. Цепляется об жесткую землю, я понимаю. Тихо, спокойно. Или все, что ли? Но здесь, конечно, не битком. Хотя, может быть и битком. Нет, вроде битком, ковш, битком, все хорошо. Я думаю, что вот именно отсюда нужно заводить его, закидывать. Видите, здесь даже такой желоб деревянный сделан. Хотя, может быть, что-то, какую-то оборудование туда ставится, как вариант. Но очень сильно похоже на то. Спокойно. Очень сильно похоже на то, что именно вот для этой фигни. Ну что, мы с тобой просто ставим ручник. Скатываться тут не надо. 50 процентов. Вообще идеально, идеально. Я кажется, даже в фермент-симуляторе еще толком вот с такими как раз вот ковшами и погрузчиками не работал. Мы при помощи такого как раз погрузчиков, фермент-симулятор, древесину с вами грузили. Фермент-симулятор будет, скорее всего, в понедельник, потому что я просто физически не успеваю. Там много работы, там столько же фарма, сколько и здесь. Я сейчас выбрал Голд Раш снять. Потому что, ну, ты вообще без причин, мне просто захотелось. Мне одинаково хотелось, что там и что там. Но здесь у нас уже пошел процесс, который не остановить. А там у нас с вами еще много всего впереди. Так, хорошо. Опускайся чуть ниже и опрокидывайся. 98 процентов. Я думаю, можно врубать. Вообще без понятия, что будет происходить. Можно посмотреть сразу, сколько мы с вами забыли. Ах, шахтер, что ваше золото будет выматься из мха, пока вы их не поставите. Эта шахтерская решетка, она была в Тир-4. И в Тир-3 ее не было. На картинке я смотрел, я смотрел, я проверял. Секунду. Вот, ее здесь нету. Здесь просто мхи. То есть, скорее всего, можно через мхи просто просеивать. Но все-таки решетка нужна. Проблемы продолжаются. Что поделать? Будет четвертый выпуск. Он будет сегодня чуть-чуть позднее. В нем продолжим. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в нем. Субтитры сделал DimaTorzok